всем привет всем привет из киева столицы украины с вами виктор фурсов на канале виктор фурсов entomologist be hyper teacher сегодня 20 мая 2017 года мы на пасеке василия актрича приятненько покажу здесь вот спокойном состоянии рядышком с пасеком и около дома как устроены рамки какая между ними разницы какие у нее размеры как раз померяем покажем в на очередь вот они здесь рядышком стоят прежде всего видим вот узко-высокая рамка для расплодной части узко-высокая и вот сам стоит корпус два корпуса с расплодными корпусами на 8 рамочек вот сюда вот ставится в эту расплодную часть вот так вот узко-высокая рамочка здесь 8 таких узко-высоких рамочек так в этот корпус как раз заселяем или рой или отводочек вот он развивается и пожалуйста вот эти уже навощенная рамочка видимо здесь металлические верхнюю планку которая хорошо навощена воском покрыты и ващинку а на нее ставим здесь на нижний корпус расплодом ставим вот такую второй корпус и потом а внизу ставим третий если ставим внизу то мы ставим внизу вот с такой рамочкой которая 260 миллиметров на 260 миллиметров такая квадратная тоже 8 рамочек и на верхний корпус который будет собирать нам мед мы вот тоже ставим такой же вот рамочка 260 на 260 миллиметров только ставим ее по-разному потому что здесь у нас в расплодном корпусе рамочки стоят вот так они стоят не параллельно они стоят вот так вот в таком положении соответственно мы ставим на верхний корпус рамочки в перекрестном положении и они будут перекрещиваться с нижними рамочками они будут находиться вот в таком речном состоянии и в нижнем если поставим вниз еще один корпус они тоже будут находиться в перекрестном состоянии так вот это будет второй тип рамочки а мы видим что здесь еще есть рамочка другая вот сейчас мы ее померяем вот это рамочка точно под такой же овощину как и узко-высокая которую сейчас мы вам поверим лучше убедитесь какой у нее размер вот узко-высокая размер около 265 265 по длине она на 410 на 410 и тот же самый вот этот размер вот размер 410 на 265 вот это широкая рамочка вот она перекрестная из улей который ставится на 12 рамок потому что в этом мы ставим 12 рамок а в более крупном мы используем для нижнего корпуса вот такую невысокую рамочку ну не вот сейчас у нас нижнего расплодная так представим себе что вот внизу мы ставим такую рамочку потом не так она будет стоять вот так центральный корпус вот так будет стоять 12 узко-высоких это более крупный корпус на 12 узко-высоких вот таких рамочек и потом опять сверху ставим уже как бы на ставку третий корпус третьем корпусе можем поставить уже еще следующий корпус тоже в перекрестном состоянии будет находиться вот так еще 8 широких узк вот таких широких рамочек узеньких точнее говоря рамочек вот таких узеньких у нас только узко-высокие стоят в центральном корпусе а в верхнем и в нижнем будут стоять узенькие рамочки или вот этого формата 410 на 235 или вот такие вот более узенькие русовские рамочки сейчас мы их хватаем и покажем какого они размера более узенькие здесь они будут размеры по ширине те же самые 415 415 а по высоте будет на 200 на 200 по высоте на 200 а вот это вот это 415 и по высоте на 260 240 260 по высоте на 260 тут у нас 245 245 по высоте вот у меня в дюймах и в миллиметрах вот такое вот такая вот интересная конструкция уля мы показываем здесь центральную расплодную часть вы можете себе представить что используется здесь в каждом уле обычно два типа рамочек вот в этом 8 корпус нам используется вот эти две два типа рамочек узкая высокая и вот такая квадратная для сбора меда и для расплодной нижней части для сбора меда верхний корпус вот это для центрального корпуса и такой же маленький ставим сюда потом еще в нижний корпус вот у нас тогда получится у нас трех корпусная воли 1 8 рамок центральный 8 рамок и наверху 8 рамок вот такой коротенький обзор о строении улей и о трех типах рамочек которые мы здесь используем вот такое строение улей васильевич и приятненько и вот это вот с 8 корпусным улем легче работать 12 корпус на немножко более массивные но более стабильные 12 рамочные 12 рамочные не корпусные да а вот этот 8 8 и 8 так что вот такой сегодняшний обзор васик и василий якоч и приятенник автор 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 творения сейчас мы его быстренько покажем так что спасибо василий якоч за обзор сегодня поработали оперативно будем продолжать работу удачи